Адрес очередного объекта для обсуждения на общественном градостроительном совете – Таманская, 121. По первоначальному проекту в жилом комплексе «Беливидер» на этом месте должна была располагаться спортивная площадка. Но чуть больше года назад планы застройщика изменились, и он получил новое разрешение – на возведение социального объекта. Разрешением на строительство 26 декабря 2019 года предусматривалось строительство одноэтажного спорткомплекса общей площадью 623 квадратных метра, вместимостью 30 человек. Разрешение на год эксплуатации объекта не выдавалось. Жалобы горожан были связаны с тем, что вместо спортивного объекта быстрыми темпами возводился очередной магазин. Судя по всему, инвестору такая замена была бы выгоднее. Однако в ситуацию вмешалась мэрия. Здание снесено, а застройщику объяснят – надо вернуться к первоначальному проекту. Муниципальный контроль вам в поручении. Свяжитесь, пожалуйста, с лицами, осуществившими застройками. И все-таки в настоятельной форме рекомендуйте спортивную площадку плоскостную там построить. Там там должна в обязательном порядке быть. Там проживает огромное количество людей. Еще одно поручение Управлению муниципального контроля – провести проверку территории вдоль реки Суко в одноименном селе. Там на границе с водоохранной зоной появилась нарезка из нескольких участков. Специалистам предстоит изучить правовые основания для их образования, а также насколько каждый из участков соответствует виду разрешенного использования. У этого участка вид разрешенного использования для цели жилищного строительства. Вот с этим нужно разобраться. Однозначно. К этому дню Общественный градостроительный совет уже рассмотрел 77 объектов из 122, где были выявлены признаки нарушения градостроительного законодательства. По многим из спорных объектов материалы сейчас находятся в суде. Некоторые участки оставлены на особом контроле совета. Например, 3 гектара земли с адресом Таманская, 171. Документы на вид его использования также рассматривает суд. Алексей Девейкин, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.